Василий Александрович Смирнов, 1905 года рождения. Пропал без вести. Это все, что знали родные о своем прадеде. Обратились в приемную проекта «Судьба солдата». Вероизм Василия Александровича и его однополчан помогли части наших бойцов выйти из окружения. Служил в 143-й стрелковой дивизии. Военная учетная специальность – сапер. В Красную армию призван на третий день войны 25 июня 1941 года. Пробелы в семейной истории заполнили поисковики. Ларинцев Петр Павлович, 1903 года рождения. Пропал. Мы вообще не можем найти никакой информации. Мы хотели бы узнать. Дарья Цыпкина помогает другу узнать судьбу его прадеда. Информации немного. Фамилия, имя, отчество, год рождения и место призыва. Для специалистов проекта «Судьба солдата» этот набор сведений стандартный. Данных для поисков достаточно. Поисковики объединились свои усилия для того, чтобы найти сведения об этих пропавших без вести, дать рекомендации родственникам, куда еще можно обратиться. Или это по месту жительства в райвой инкомат, либо Центральный архив Министерства обороны. Уметь правильно работать с архивом – отдельная наука. Специалисты проекта ею владеют. Опечатки фамилии, имени или отчестве может свести поиски на нет. Но они знают, где она может быть допущена и идут дальше. Изучает журнал боевых действий. Мы начинаем в этом журнале боевых действий искать о нем сведения. И вы представляете, что иногда прямо находим эти фамилии, фамилии и описан тот геройский поступок, который он совершил. В холодное время года проект «Судьба солдата» в приоритете. Летом поисковики работают в поле. Ищут незахороненных бойцов. Эксгумация, опознание, передача родственникам. Но не все всегда идет по плану. Смертный медальон или бакелитовый пенал с вложенной запиской оказывается при себе не у каждого. Это затрудняет опознание. Обнаружение такого же пенала – это, наверное, то, ради чего в основном мы и работаем. Потому что благодаря данным удается восстановить имя бойца, найти его родственников и захоронить, вернуть имя пропавшего без вести человека. Десятки найденных солдат, Великой Отечественной, многочисленные родственники, наконец узнавшие судьбу своих солдат, поисковики делают все возможное, чтобы та война, наконец, была окончена. Полина Бахова, Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.